господа товарищи бухловары все те кто хочет приобрести продукцию компанию вейн это колонна вейн 6 это автоклав вейн это вейн реформ полуторадюймовый самогонный аппарат целиком сборе или как-то там по отдельности да или вообще все что угодно в компании вейн хотите приобрести то пожалуйста переходите по ссылкам в описании под этим видео и указывайте промокод витальсон большими латинскими буквами или при звонке в компанию тоже говорите промокод витальсон и тогда вам будет хорошая скидочка дорогие друзья не забываем промокод витальсон компания вейн сейчас мы будем перегонять на этой колонне спирт сырец который я получал из прессованных дрожжей люкс с подкормкой из аммиака ну давайте уже посмотрим как я это сделал и что в итоге получилось мое почтение господа товарищи бухловары с вами как всегда витальсон сегодня будем перегонять спирт сырец вот эти 10 литров по абсолютному спирту здесь три тысячи сто миллилитров абсолютного спирта этот спирт сырец был получен из сахара на дрожжах люкс с добавлением на шатыря видео о первом перегоне я оставлю в описании работать будем как и в прежнем видео на колонне вень 6 работать буду на индукционной плите потому что для тена 10 литров это мало куб у меня на 37 литров работать буду на спинке на метровой царь и вот она из пленочку я уже засыпал все царга готова все готово сейчас ставлю куб на индукцию заливаю сред средств не разбавляю заливаю вот так как и есть здесь где-то я уже не помню 31 процент примерно по спиртуозности да вот и собираем аппарат и погнали уже в работу как говорится меньше слов больше дела не забывайте перед тем как налить или спирт сырец или брагу в куб не забывайте поставить термометр потому что здесь у нас отверстие сквозное чтобы не потекло вот здесь я залил 10 литров до термометра чуть-чуть не дошло поэтому работаем на индукционной плите если отсюда допустим сейчас 3 литра отберу если у меня стояла автоматика ну на ты не то она бы сгорела поэтому индукционная плита все собираем аппарат аппарат собран и готов к работе по подключению в принципе все стандартно по сборке все стандартно единственное что я здесь вместо быстросъемов я поставил штуцера елочка для силиконовых шлангов ну это мне просто для моего удобства мне так больше нравится на силиконовых шлангах мне работать удобнее вот но это уже вы сами там смотрите так что сейчас нам нужно довести колонну до рабочего состояния и чтобы она поработала на себя так включаем индукционку и включаем ее на максимум 2700 ватт сейчас быстро разгонится всего лишь 10 литров спирта сырца ориентироваться будут по этому термометру в данный момент сейчас будет работа колонны на себя это значит что оба отбора узел у нас же универсальный отбор по пару и по жидкости оба отбора сейчас у нас закрыты будет у нас замкнутый цикл флегма будет подниматься вверх до дефлегматора там она будет конденсироваться вернее не флегма пар будет подниматься в до верха до нашего дефлегматора конденсироваться во флегму и стекать обратно здесь будет у нас на насадке происходить тепломассообмен выстроиться фракции в своем законном порядке легкокипящие то бишь головы мы будем отбирать самые первые все как всегда это все я рассказываю обычно для тех людей которые только начинают свой путь самогонщика то бишь для новичков самое что интересное для меня это сколько будет голов какие они будут концентрированы или нет чтобы сравнить с турбодрожжами потому как говорят вот эти дрожжи хлебопекарные с подкормкой набраживают меньше голов и меньше хвостов так же сколько мы отберем тело какое оно будет на вкус и на аромат какой будет получится на спиртик в конце видео там разбавим попробуем все как обычно все ребята работаем и дальше настраиваем отбор голов повторюсь 3100 миллилитров абсолютного спирта у нас в кубе вот так это получается температура в кубе 75 температуру в царге видите уже тоже выросла значит пошло 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 подниматься у нас подниматься и сейчас вот здесь температура тоже повысится и начнется процесс работа колонны на себя замкнутый цикл флегмовое число равно бесконечности что я сейчас буду делать я сейчас буду убавлять на индукционной плите мощность в данный момент как было 2 700 так и есть работать буду в принципе в основном по этому термометру это у меня основной термометр который у меня термометр здесь это вспомогательный контрольный принципе все просто сложности никаких вода на выходе должна быть примерно 45 50 градусов тогда флегма не будет переохлаждаться и все будет у нас в порядке колонна будет стабильно работать вот здесь на вене 6 принципе стабильность работы всегда я называю такие перегоны скучные перегоны вот когда стабильно стабильно вот пошло дело видите да пошло дело сейчас мы убавляем плиту вот так вот на 1 и 6 1 и 6 это моя рабочая мощность в принципе пока сейчас хотя колонну я перетрясал спн-ку перетрясал возможно сейчас я и добавлю чуть чуть побольше но об этом сейчас попозже все покажу и расскажу настроил отбор голов все чудесно ну по настройке голов я думаю тут объяснять ничего не надо ума не надо зажим гофмана ну ну тут все просто как пять копеек так же как и гольчатый кран все просто как пять копеек тут объяснять нечего а во время отбора голов температура может у нас быть нестабильная это нормально главное чтобы температура была стабильная при отборе тела по расчетам я должен отобрать ну грубо 300 миллилитров голов вот посмотрим возможно здесь будет меньше меньше потому что возможно дрожжи вот эти сырые вкупе с аммиаком набродили головешек поменьше будем посмотреть возврат флегма таким чудесным образом идет все великолепно все отлично головешки отобраны отобрал я ну примерно 260 миллилитров но это уже просто из-за того что ну как бы так надо дабы перестраховаться после 150 миллилитров уже по аромату шел спирт уже голов я не чувствовал никакого ацетона ничего не было отличный результат отличный результат можно было 150 грамм смело прекращать но я все-таки думаю не буду жадничать отберу пускай на всякий пожарный случай сейчас я настроил отбор как всегда 800 миллилитров в час больше я не работаю так температура 76 8 игольчатый краник этот зажим гохмана все в общем нормальненько все течет все капает повторюсь работаю по вот этому термометру в основном что у нас там в кубе в кубе 85 и 3 смотрите на индукционной плите как было 16 так и есть не меняем мы никогда нагрев как начинаем работать на одном нагреве на одной мощности так и продолжаем вот нагрев мы не меняем играем только скоростью отбора все больше никак так но отбор голов меня порадовал порадовал что действительно это реально что на спиртовых дрожжах на вот этих прессованных имеется ввиду ну как они спиртовые хлебопекарные да неважно просто прессованные дрожжи они набраживают меньше голов да это факт это неоспоримый факт ребята все продолжаем работать дальше колонна стабильно все в порядке отбираем тело все идет по плану все отлично все чудесно колонна стабильно все замечательно я здесь накапал колбочку дабы замерить спиртовозность 96 и 5 6 7 8 96 и 8 да почти 96 и 9 ну давайте чуть занизим сделаем 9 не 96 и 9 почти раз два три 4 ну фиксим 96 и 8 корректировочку проведем у меня здесь термометр еще появился кстати ребят все и ну раз спрашивают вот прям я не знаю что за ариометр чем я меряю асп-1 90-100 и термометр я вот здесь такой себе взял он получается спиртовой так 96 но фиксим 96 и 8 а температуру но здесь показывает вот этот 23 и 1 этот термометр давайте посмотрим 22 и 9 уже 22 и 9 рассчитать так 95 и 9 получается 95 и 9 так 22 и 8 вот температура там сейчас было 22 и 8 не утром интересно сколько вот этот термометр покажет сейчас померяем в общем 96 идет 96 идет а это нормально это нормально это то что мне нужно я не гонюсь там за 96 и 6 нет совершенно ребята ни к чему 96 вполне себе нормальный результат именно вот в данный момент тем более что я же колонну перетряхнул я ее не трамбовал ничего насыпал от руки и получается 96 нормальный результат так и что же здесь у нас получается 23 20 21 22 23 было на 23 было ну все верно получается 22 и 9 все верно термометр верно показывает так 96 процентов спиртик идет отлично продолжаем работать вот видите ребят какая штукенция 97 практически в кубе а внизу колонны 81 уже почти вот температура здесь поднялась а верху колонна 76 и 8 76 и 9 так на одну десятую туда-сюда она скачет это нормально получается у колонны хорошая удерживающая способность вот насадка держит хвосты и пока что здесь поднялась температура я отбираю хороший чистый товарный спирт вот примерно где-то я дай бог памяти если я не путаю до 94 градусов вот здесь колонны еще товарный спирт идет так что вот всегда обращайте внимание на этот термометр он очень-очень важен очень нужен но это опять же для тех кто не в теме для бывалых то это уже все они интересно это понятно смотрите 94 и 2 уже температура растет прям как на дрожжах а тут все еще держит все еще держит хорошая удерживающая способность красота он 97.5 в кубе я правда приемную емкость сменил на всякий пожарный случай ну ее нафиг вот мало ли что здесь в принципе где-то наверное 2 700 вот так 2 литра 700 миллилитров так и должно быть все нормально вот 94.8 уже почти 95 вот что значит хорошая удерживающая способность хорошая колонна хорошая насадка это я понимаю можно в принципе от борта было сейчас еще придавить и вообще сделать по капельной ну я думаю это не имеет никакого смысла потому что это долго и так уже отжали из куба там практически все что можно 95 97.6 в принципе в принципе можно уже и выключать ну все буду выключать в кубе 98 95.7 в царге а вверху пока что держит вот это да ну все уже она не стоит того сейчас будет скачок выключаем выключаем и сейчас будем проводить замеры и подсчеты по итогу получилось без малого 3 литра все нормалек 97.6 наверное на 97.6 или 97.7 97.7 так и сейчас мы температуру проверим и корректировочку проведем так калькулятор коррекция показания риометра у нас 97.7 вот сейчас посмотрим сколько по температуре получается вот этот термометр я сравнился спиртовым показывает нормально все так сейчас буду аппарат разбирать мыть так 26 и 5 26 и 5 рассчитать рассчитать 95.7 95.7 у нас получилось общей спиртуозности ну возможно где то есть погрешность небольшая это ничего страшного вот ну в общем я беру как за 96 это нормальные показатели самое главное что мне самое главное ребят что мне вот сегодня требовалось доказать это ароматика спирта ну совершенно нейтральный спирт когда мы получаем он не должен пахнуть ничем кроме как спиртом никаких посторонних ароматов там быть не должно ни хороших ни плохих от слова совсем теперь дабы проверить даже во время перегона дабы проверить не идет ли у нас там какая-то гадость мы прям берем вот этот спиртик чуть-чуть накапали разбавляем градусов до 20 и желательно такой чуть-чуть тепленькой водичкой если какая-то гадость есть она прям сразу вылезет если там хвостики допустим какие-нибудь немножечко хапает хапаем оно прям сразу сразу вылезет здесь вот именно в самом спирте я ничего такого не чувствую совершенно такой нейтральный спиртовой аромат сейчас разбавлю и уже тогда конкретно поговорим конкретно все это обнюхаем и попробуем и еще вот некоторые в комментариях задают вопросы по поводу подкормки по поводу аммиака что типа все равно ничем ты эту аммиачную вонь не уберешь 1 миллиграмм аммиака на 1 литр сусла и все никакой вони даже в спирте сердце уже вони аммиачной никакой не было а в ректификате тем более его нет совершенно давайте сейчас разводим и попробуем на вкус пришло время конкретно подвести итоги я разбавил до 42 где-то вот так вот примерно сейчас вот чуть-чуть буквально постоит температура комнатная я сейчас пока пару слов скажу о аппарате вейн 6 так смотрите кто заинтересован в покупке аппарата вейн 6 или в покупке аппарата вейн реформ или в покупке автоклава вейн то пожалуйста переходим по ссылочкам в описании я там все напишу указываем промокод витальсон на официальном сайте вейн именно по ссылочкам в описании промокод витальсон большими латинскими буквами или когда будете звонить я напишу там номера телефонов то тоже говорите промокод витальсон что вы от меня от витальсона и тогда вам будет скидочка вот по поводу вейн 6 в общем сейчас можно купить все по отдельности те кто хотят купить аппарат в сборе сразу да тут короче вопросов никаких а для тех кому нужно купить по отдельности можно купить отдельно кастрюлю отдельно колонну и что немаловажно отдельно узел отбора потому что многие об этом спрашивают и тоже вам будет скидочка по моему промокоду так что ребята не забываем не забываем об этом что мы имеем к чему я в принципе пришел исходя из сегодняшнего перегона это еще одно мое подтверждение моей теории но это лишь мое мнение я ребята вас ни в коей мере не уговариваю что я перехожу все больше и больше для себя не для экспериментов а для себя для водочки там которую я хочу пить я перехожу именно опять возвращаюсь к старому это на прессованные дрожжи но люксовские вот эти дрожжи брать в принципе наверное не буду хотя они почему они дороже выходят хотя я нашел место вот они почти 20 рублей стоят в пятерочке а я нашел место где они по 13 рублей стоят 100 грамм это получается 130 рублей килограмм но тут дело даже не в деньгах воронежские вот эти кирпичи большие у нас 80-90 рублей ну в зависимости в какой там палаточке купить мне получается на них спирт нравится больше водка нравится больше она более мягкая более питкая набраживается меньше голов и набраживается меньше хвостов с этими дрожжами нежели с всякими там турбо вот но это такое у меня сейчас заявление скажем так именно турбо ну я имею ввиду все вот эти турбо дрожжи которые идут вот со всякими добавками я не говорю что они плохие нет нет ни в коем разе я до сих пор их тестирую у меня огромное количество разных турбо дрожжей вот взять там под финдеры вообще обалденные дрожжи тем более чем хороши дрожжи турбо то что меньший объем браги получается потому что турбо дрожжи я ставлю с гидромодулем 1 к 2 и 8 а прессованные я ставлю с гидромодулем 1 к 5 вот да в удобстве это конечно лучше турбо дрожжи что меньший объем браги получается да тут это бесспорно опять же про вонь мне многие пишут про вонь да нет никакой вонь от обычных хлебопекарных дрожжей вот от этих не знаю никакой вонь нет у меня по 4 бочки дома стоит все чудесно выбраживают вон у меня там эксперимент сейчас проходит вот они выбродили получается за два дня за два дня ну вернее за двое суток ребят за двое суток выбродили дрожжи никакой вонь ничего ну как говорится все это лирика я пока что еще и дальше продолжаю эксперименты и также эти все эксперименты я буду показывать естественно вам ребята мы сейчас вот бахнем водочки ну как водочки я называю водка сортировка сортировка в общем смотрите когда вы разбавили вот здесь вот ну примерно 42 я уже разбавил и до 20 разбавлял теплой водичкой нюхал и вот здесь уже так сказать питьевая крепость вот вы когда нюхаете не должно быть ничего лишнего должен быть легкий нерезкий легкий нерезкий запах спиртика то что это ну спирто содержащая жидкость спирт с водой резким запахом не должен быть это раз и не должно быть никаких посторонних запахов там сладких кислых я не знаю там горьких или еще каких-то там ничего этого быть не должно должно быть именно вот так легкий легкий спиртовой такой аромат и все тогда вы сделали все правильно вот а иначе значит что-то сделали неправильно хапанули возможно хвостиков возможно не добрали оголов если у вас что-то там есть такое это я сейчас говорю вот про обычный сахарный спирт так что вот отлично 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 сейчас мне лёха карифан прислал тоже кирпичей ну то бишь дрожжи кирпичи из города пензы у нас чуть-чуть другие вот хорошие дрожжи очень хорошие дрожжи сейчас я еще хочу поэкспериментировать с количеством дрожжей у нас получается что мы как все привыкли 100 грамм дрожжей на килограмм сахара и на 5 литров воды это прессованные я хочу поэкспериментировать уменьшить дрожжи еще вы не забывайте ребят что 100 грамм вот эти допустим там или килограмм это же не это же не именно дрожжи это питательная смесь на которой находится дрожжи вот эта вот сырая канитель как ее обозвать это питательная смесь с дрожжами это не то что весь вот этот килограммовый брикет это килограмм именно дрожжей вот так же взять и турбо дрожжи к примеру пачку там какую то да это не то что там в пачке там вот 130 грамм что это 130 грамм именно дрожжей нет нет это там и питательные смеси и подкормки и т.д. и т.п. вот но дрожжи как известно это живые организмы которые очень активно плодятся и хочу поэкспериментировать вот с этими сырыми дрожжами в принципе сколько поменьше класть а поменьше класть но тут тоже свои нюансы потому что потому что почему вот допустим производители дрожжей рассчитывают именно вот определенное количество дрожжей на определенное количество сахара ну то бишь браги сусла это же не просто так все это на пачках написано это для того чтобы ну во первых чтобы там проще было все посмотрели высыпали и для того чтобы производитель же уже провел все эксперименты и дрожжи они допустим вот 130 грамм дрожжей турбо мы же проводим эксперименты я тоже они скушают и больше чем 8 килограмм сахара да понятно но им будут тяжелее они будут больше работать они будут больше плодиться и естественно при всех вот этих своих манипуляциях они будут больше набраживать гадости а вот именно те пропорции которые указывает производитель это как раз самая комфортная среда для дрожжей в которой дрожжам работать удобно легко они не перенапрягаются они плодятся довольно таки неактивно более медленно и набраживают меньше гадости ну это вот так если простым языком сказать так же и здесь в принципе в сырых дрожжах ну то же самое то же самое вот ну в общем это обширная тема для разговора обширная тема для экспериментов давайте уже попробуем и кстати вот даже не настойка даже обычная сортировка после того когда она постоит она тоже во вкусе меняется и меняется если вы все сделали правильно в лучшую сторону все ребята давайте будь добру пробуем за вас сейчас комнатной температуры но если остудить еще лучше пойдет и она и так хорошо зашла вон как горит вот и дело в чем отлично чудесно для дегустации должна быть именно комнатная температура если просто выпить тогда из холодильника чудненько чудненько беленькая получилась вообще офигенно вот так что вот такие дела ребята такие дела я вам говорю до свидания до новых встреч ждите следующих экспериментов подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик всем пока с вами был Витальсон два пальца вверх и быть добру